ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Никто не узнает про твой секрет. Первые боди появились на публике еще в начале 20 века. Правда, тогда их предпочитали носить гимнасты и танцовщицы. Широкое и массовое распространение боди получили уже в 80-х годах 20 века, когда было модно заниматься аэробикой и вообще спортом. Верхняя часть была похожа на маечку на широких или узких бретельках. Но помимо этого выпускали различные виды боди. Они могли быть похожи на футболку, быть с коротким рукавом, с рукавовым крылышками или, например, с длинными рукавами. С тех пор слитные купальники с застежкой в области ластовицы становились то стильными фаворитами, то аутсайдерами. Пока в 2010 году один из именитых модных домов не выпустил на подиум моделей, облаченных в боди. Тенденцию не оставили без внимания и звезды. Мадонна и Леди Гага выбрали именно этот предмет гардероба как основу для своих сценических нарядов. Боди также незаменима, например, в офисном или деловом стиле, потому что зачастую женщины сталкиваются с проблемой при наклонах или при движении во время работы. Блузка или рубашка имеют свойство, скажем так, в кавычках, выпрыгивать из юбки или из брюк. Вот боди избавляют от этой проблемы. Не нужно беспокоиться о появлении складок на одежде. Образ выглядит аккуратным в течение всего дня. Можно в своем гардеробе использовать трикотажные или хлопчатобумажные боди, которые будут вам альтернативой майки, топа, футболки или лонгслива, то есть футболки с длинным рукавом. С помощью таких боди можно составлять интересные многослойные комплекты, где боди будут поступать к первым слоям одежды, на которые впоследствии можно будет надеть и рубашку, и свитер. Универсальный атрибут стиля casual прекрасно подружится с джинсами или, например, брюками chinos. Боди из более тонких, прозрачных материалов с кружевом можно использовать в смелых вечерних образах в бельевом стиле. А еще этот предмет гардероба легко скроет недостатки фигуры. Главное — правильно его подобрать.